Всех рад. Кто лук-малук не поставил, пожалуйста, поставьте лук-малук, я вас очень сильно прошу. Че? Ни, на мать Самсона! Я на мать Самсона! Ни, на себе! Это на... Подожди, стоп, на мать Самсона столько нельзя скидывать, вы че? На одном из прошлых стримов случился бодибэк. А мы живые, просто живем дальше. Величайшие благодарности Мистеру Икс и всем спонсорам на Ютубе и на Бусте. Вы же знаете, каждого меньше, чем три. Сегодня на повестке дня у нас стоит острый вопрос. Неужели мы получили фрукт, ломающий лор Ван Пис? Параллельные вселенные добрались и до него. Вообще-то, даже без рофлов, все именно так и обстоит. И сейчас мы разберем все нюансы. А я на примере каноничных фреймов из манги докажу, что фрукт Тоси Тоси Номи это запредельнейшая имба вселенной Ван Пис. Вот, казалось бы, постоянно нам делают вбросы в полнометражках на имбовые дьявольские фрукты антагонистов. Типа фрукта Уты, фрукта Дугласа Буллета, Парамецию Парамеций буквально. Лаки-лаки и остальные, вот практически не контрящиеся на первый взгляд фрукты. Но после выхода 1101 главы, вся вселенная снова становится раком перед очередной силой. Фрукт Тоси Тоси Номи. Плод, принадлежащий Джевилри Бонни. По первым данным, простая Парамеция. Что мы знали о ее свойствах до? То, что Бонни может управлять своим возрастом и возрастом окружающих. Изначально она демонстрировала, что спокойно может превратить кучу дозорных в младенцев или в стариков. Полностью при этом их демотивируя. В то же самое время, еще на архипелаге Сабаоди, она с легкостью меняла и свое обличие, даже в моменте, когда спасала Зора от своего возможного паханчика, между прочим. И вот, даже уже на тот момент казалось бы, что такого? Да, хорошая Парамеция, способность интересная, но рядом с запредельными фруктами, чьи способности порой выходят за рамки понимания, этот Тоси Тоси Номи выглядит посредственно. Но в 1101 главе Бонни во флэшбеке, когда ей было всего лишь 9 лет, демонстрирует нам одну из способностей своего фрукта и проводит атаку по Альфе под названием «Искаженное будущее». При этом обращается к той линии времени, где она является богом солнца Ника. В моменте Бонни буквально растягивает свою руку, как это демонстрировал всеми нами уже вычисленный нынешний Ника в третьем гире и нокаутирует оппонента. Теперь здесь давайте остановимся. Смотрите, кто-то говорил, я видел, что фрукт ее в том моменте работает как ультагона из Хантера, где малыш авансом взял себе силу из будущего в критической ситуации. И вы не совсем правы. Фрукт Бонни, по сути, при обычном использовании всегда работает как ультагона. То есть она, будучи на данный момент ангоинга 12-летней девочкой, может легко превратиться в себя из 30-летия, 40-летия и так далее. Она становится старшей собой или также может откатить себя до младенческого уровня. Но в моменте атаки «Искажающее будущее» на конкретном примере она призывает себя из параллельной вселенной, грубо говоря, где она является Никой и перенимает его способности. Вот в чем тонкость. Это практически обладание двумя фруктами одновременно. Бонни сделала свою руку резиновой и невообразимо абсурдной. До этого нам показывали фрейм, где она спрашивает у папы, а какой был Ника. На что Кума отвечает, никто не знает, но известно лишь две вещи. Что он был резиновым и что в бою он мог делать все, что угодно, благодаря своему воображению. Этой информации хватает Бонни, чтобы реализовать себя в Нику за счет своего фрукта. Можно сделать вывод, что Бонни необходимо знать о том, чего она желает. Она даже не понимая, что из себя представляет Ника, сказав это своему фрукту, реализовала идею на 100%. И тут уже вам непростое заимствование своих сил из будущего. Ведь рука Бонни стала резиновой и увеличилась до неимоверных масштабов. Задайте себе вопрос, с чего ей в будущем своем иметь подобные способности. Это никак не вяжется с тем, что она показывала нам ранее. Поэтому представьте на секунду, что может реализовать Бонни в потенциале. Ей ничего не мешает сказать, искаженное будущее, вселенная, где я съела пика-пика-номи. И в тот же миг ее тело расщепится на частицы света. И вот тебе халявная логия Кезару. И так она может практически безгранично ломать лор Ван Пис до тех пор, пока редактора не выкатят какие-либо ограничения по ее фрукту. Но уже тот факт, что она призвала для себя силы Ники, говорит о многом. Вы не забывайте, что это величайший фрукт Ван Пис, который вершит судьбу и ведом сюжетом. А тут его просто берут и копируют точь-в-точь. Полудоктор Стрэндж воевая Бонни, конечно, не может управлять пространством и временем. Она не может сказать искаженное будущее, вселенная, где нет им самой, например. Ничего не изменится. Похоже, как мы видим, она может вытаскивать подобные способности, благодаря этой технике прикрепляя их либо только к себе, либо еще и к окружающим. Но такого пока еще не демонстрировалось. Но вот логически, даже если подумать, если она и свой, и чужой возраст может менять, значит ничего ей не мешает сказать, допустим, искаженное будущее, вселенная, где вся моя команда имеет логию льда. И все станут кузанами по факту. Но если даже ограничение про один фрукт из вселенной, чтобы парадоксов не случилось, то заменить каждому из окружения Бонни на разную способность, типа выдать 10 логий, допустим, своим 10 накама, хоть и временно, то вы только подумайте, что вообще происходит в сюжете за счет тоси-тоси-но-ми. Помимо всей этой имбы, Бонни еще и из Вегапанка доставала драгоценные камни в виде его годов. Это символически обыграно, типа «Мои года, мое богатство». И фрукт Бонни, связанный именно с годами и временем, обыгрывается в этой ситуации на максимум. Фрукт, честно говоря, запредельнейший. Ведь все, что может кто угодно, обладая нереальной силой, Бонни может приумножить и направить эту энергию в собственное русло. Резюмируем. То, что Бонни заимела силу Ники с параллельной вселенной, при искаженном будущем, для того, чтобы не быть лалюськой при своей атаке, четко показывает, что это конкретно резиновое растяжение и абсурдность ведения боя, а не какое-то набухание ее рук. Она просто девочка без модификаций. На данный момент можно смело сказать, что это самый зверский фрукт, который мы можем наблюдать по канону. Очень надеюсь, что редактора очухаются и вкинут ограничения. Они оставят эту ситуацию и пойдут дальше. Типа ничего не произошло. Но, подумаешь, скопировала силу божественного фрукта Ники, да? Еще говоря о Бонни, после этих флэшбэков нужно учесть то, что, во-первых, в 9 лет она вышла в море, и к 10 годам она встретилась с остальными сверхновыми худшего поколения, при этом имея награду в 140 миллионов бели. Ника Робинс с 9 до 29 лет имела награду в 79 миллионов. Кайда в 15 лет имел крохоборские 70. Даже Биг Мам имела изначально 50 миллионов. Но после инцидента в Эльбафе ей накинули сразу до 500 миллионов. Не считая Биг Мам, Джевил Рибони имеет самую высокую награду в таком возрасте. Просто подумайте об этом на досуге. На данный момент на яичной голове ей всего лишь 12 лет, и она младше Луфи на целых 7. Также интересна ее тяга к Нике и появление ее собственного фрукта. Мы до сих пор не узнали, как и где она его достала. Находясь около 5 лет в церкви, не выходя оттуда ни разу, вдруг в один из моментов проявилась сила ее фрукта. Никто из окружающих так и не понял, где она его достала. Тоже момент, пока окутанный мраком. И еще интересная параллель между Бонни и Луфи. Она должна была уже на Сабаоде понимать, что рядом находится именно Ника. Потому что книга фруктов была в церкви. Бонни, проведя в заточении столько времени, наверняка перечитала ее всю до дыр. И она точно узнала, что в этой энциклопедии One Piece нет никаких сведений о Гому-гому-но-ми, которого попросту не существует в этой вселенной. Казалось бы, простая промеция резины. Но Горасей также подтвердили, что нет данных по фрукту Гому-гому-но-ми. При этом Бонни знала по рассказам Кумы, что Ника тянется. И услышав даже через газеты о сверхновом, который тянется и ломает все на своем пути, должна была догадаться, что происходит на самом деле. Ну, перечитывая последние главы, там уже все понятно. Даже наводящие вопросы к Луфи по его листовке и образе мессии. Бонни, наконец, встретила кумира всей своей жизни. Но что касается ее фрукта, это слишком жирная имба, которая может затворить чудеса. Нужно лишь призвать правильное искаженное будущее. В этом ролике навалил кучу пищи для размышлений. Пиши комменты на все темы, а лучше залетай в телегу, где все это возможно обсудить в реальном времени. А я на этом буду потихоньку забоненяться. До скорых встреч! Кампай!